МИРА 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 КЛАСИЧЕСКАЯ ВАРКА В перерыве между чтениями учащиеся могли посетить музей завода. Здесь стекольные экспонаты, фотографии из космоса, которые были сделаны с помощью именно оптики ЛЗОСа. Окна защиты от радиации, которые полностью производятся на заводе и используются в атомной энергетике. А также уникальные лазерные фосфатные стекла для ядерной промышленности. В этом перерыве нам и удалось пообщаться с участниками чтений. Так Софья Гаврилкова из пятой школы делилась своими познаниями в астрономическом телескопостроении. Я тоже переживаю, потому что все-таки участников много, большой конференц-зал и я очень рада, что ЛЗОС предоставляет нам такую возможность. Мы чувствуем себя совершенно взрослыми, уверенными в себе. У нас присутствует на мероприятии даже сам глава города приехал, космонавт. Это очень здорово. Это мероприятие понравилось не только одной Софьи. Практически все участники отмечали значимость и необходимость проведения этих чтений. Я выступала в прошлом полуфинале, но, к сожалению, не пришла. Ну это не страшно, какие твои годы, еще не один раз выступишь. Скажи мне, пожалуйста, такие чтения, они нужны нашему городу, нашему школьнику? Да, конечно, это помогает выступать и уверенность в себе развивает. Все доклады были емкими и важными. Каждый выступающий отличался какой-либо изюминкой. А потому и выбирать лучших было сложно. Но так или иначе победители были определены. Они-то и получили памятные подарки и призы. Наградили космическими календарями и педагогов, которые готовили конкурсантов. Варвара Можаева, Алексей Устинов, Новости Латкарина.